Меня зовут Александр, профессия врач. Более 30 лет я занимаюсь здоровьем людей. Здоровье людей подвержено многим патологическим факторам, которые выбивают нас из колеи. Они мешают нам жить, радоваться, любить. Без здоровья человек это не человек, это просто существо биологического происхождения, приковано к кровати или приковано к какому-то ограниченному образу жизни. Сегодня в век информации, в век скоростей, век полетов на Луну и так далее, люди хотят сохранить свое здоровье. Каким образом мы его можем сохранить? Это изменив образ мышления. Не изменив образ мышления и не думая о том, что здоровье надо уметь сохранять, а не лечить, мы никогда не добьемся успеха. Принцип получения правильной информации всегда находится внутри нас. И если мы не умеем ее читать, мы не умеем ее производить. Месяц назад меня познакомили с вот такой уникальной продукцией под названием «Ксанка». Что это было такое, я не знаю. Вот принесли мне такую бутылочку и говорят, «Доктор, не хотите ли вы познакомиться с данным продуктом?» Ну, смотрел. Бутылка как бутылка, жидкость как жидкость. Немножко есть веси, немножко есть прозрачного. И решил для себя уяснить, что это такое, для чего это надо. Попробовал применить на себе, на своих близких, на своих тяжелых пациентов. Для меня оказались неожиданные, появились неожиданные ответные реакции здоровья человека. Тяжелые больные стали легче переносить свое состояние. Люди, заболевшие вирусными заболеваниями, быстро выздоравливали. Пришлось поднять немножко литературу и почитать, что же это такое. К своему сожалению, я раньше не знал данный продукт. Я выяснил, что такое мангустин, что это за плод, где он прозрастает, какие его основные составные части. В составных частях данного плода находятся ксантоны. Это мощные антиоксиданты, которые являются ингибиторами всех окислительных процессов, которые разрушают наше здоровье. В разрушении нашего здоровья эти радикалы, как мы их знаем, свободные, начинают накапливаться. И вместо нормальной здоровой ткани появляется измененная ткань, которая вызывает различные заболевания. Неважно, какой они природы. То ли это будут химические вещества, то ли это стрессы, то ли это газы. Это не имеет значения. В нашем организме есть так называемая антиоксидантная система, которая вырабатывает собственные антиоксиданты. Но со временем они начинают истощаться. И на помощь нашему организму приходят введенные в виде продуктов питания, в частности в виде сока мангустина, мощные, сильные антиоксиданты. Отличие антиоксидантов друг от друга заключается в их способности ингибировать или блокировать действия свободных радикалов. В чем отличие антиоксидантов один и второго? На рынке огромное количество антиоксидантов. Это витамин А, это витамин Е, витамин С, это селен и другие микроэлементы. В чем же отличие или преимущество данного вида продукта? В его составе входят более 43 разновидностей ксантонов. Чем больше антиоксидантов по своим отличиям, тем выше его эффективность. Ибо каждый радикал имеет свою химическую форму. Так же как и каждый антиоксидант имеет свою химическую форму и точку приложения. В данном случае 43 ксантоновых антиоксиданта и определяют механизм ширину и глубину действия данного продукта. Вплоть до того, что некоторые виды антиоксидантов ксантонового ряда обладают ингибицией моноаминооксидаза. Что это значит? Это является мощным антидепрессантом. Некоторые виды ксантонов становятся гипогликемическим действием. То есть при диабете второго типа они способны уменьшать содержание сахара в крови. И так далее. Не говоря уже о стимуляции непосредственно лимфатического ряда нашей белой крови. Особности они работают на повышение так называемых натуральных киллеров. Которые блокируют выработку и уничтожают патологические клетки, которые продуцируются в нашем организме постоянно. Применение антиоксидантов является залогом нашей жизни. Не было бы антиоксидантов, мы бы все давно ушли в мир иной. Поэтому врачи на протяжении многих лет ищут группы препаратов, которые бы усиливали, модернизировали нашу иммунную систему. Которые бы могли быстро, эффективно, безвредно включаться в биохимические процессы. И сегодня, слава богу, на нашем рынке Украины появился данный вид антиоксидантов. Антиоксидантов, который не является противопоказанием ни при каких условиях. Если вы когда-то услышите от кого-либо, что его нельзя применять, его можно применять, только его нужно применять правильно, аккуратно, со знанием своего дела. Нет противопоказания к нему. Прежде чем, единственное, что прежде чем его принять, нужно понимать, что вы будете, для чего вы его принимаете, с какими видами препарата вы сочетаете. И проконсультируйтесь с тем человеком, который знает данный продукт, который знает, как его применять, при каких условиях, в какой дозировке. И вы получите хороший или очень хороший эффект. Не бойтесь этого препарата, если даже вы от кого-то что-то услышите плохого. В данной фирме, что мне очень нравится, поскольку не является в 80% производителей данного вида продукты, ну, подделки быть не может. А самое страшное при применении любого вида продукции, это подделка. И очень важно, что фирма, она отслеживает свой продукт. Она не впускает в рынок фальсификаты. Что очень-очень хорошо. И мой ваш совет. Не ждите, чтобы заболевание развилось. Вы постарайтесь его предупредить. Предупредить вы можете только лишь употреблением правильных продуктов питания, употреблением антиоксидантов. И желательно применить самые хорошие антиоксиданты. И одним из них, самым, на мой взгляд, интересным является сок ксанха. Будьте здоровы и счастливы.